В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гуралье. Два партнера, два союзника, два союзника по блоку НАТО, Соединенные Штаты Америки и Турция, то, что называется «побили горшки». Отношения ухудшаются с каждым днем. Эрдоган выступает с грозными заявлениями, обвиняя президента Трампа во всех грехах, заявляя, что Турция не потерпит подобного отношения, что Трамп не удастся Трампу поставить Турцию на колени и так далее, и так далее, и так далее. Что стоит за этой громкой риторикой, а самое главное, к чему это может привести? С этим вопросом я обращаюсь к военополитическому эксперту Алексу Векслеру. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте, господин Гуралье. Здравствуйте. В двух словах, что явилось причиной, толчком к такому конфликту? Вы знаете, там есть несколько, так сказать, точек. Я вам должен сказать, что это назревало уже достаточно долго по мере изменения политики Эрдогана и по мере того, что он занимал более, так сказать, пронационалистическую, исламскую политику. Он же превратил свободную демократическую Турцию. Единственное государство, которое разделено между Азией и Африкой и созданной когда-то великим Ататюрком, он сделал из этого государства религиозную страну и хочет сейчас стать султаном. И, как видно, у него все это получается, потому что даже на последних выборах он усилил свою позицию еще. Так вот, отношения между США и Турцией двумя близкими, как вы правильно сказали, партнерами по НАТО, а Турция всегда представляла из себя южный фланг НАТО, самую сильную страну на южном флаге НАТО, портится. Портится от дня к дню. Более того, я бы это сравнил, я люблю сравнивать, с самолетом, который вошел в штопор или самолет, находящийся в свободном падении, скажем так. Принимая во внимание характеры двух лидеров, необычные лидеры, ни Дональд Трамп, ни Таип Эрдуган, это падение, это резкое обострение отношений, как я представляю, завершится в ближайшее время большим взрывом, когда трудно будет даже обнаружить даже фрагменты разбившегося самолета или Союза. Как вы правильно заметили, прощай хозяйские горшки, это точно идет в этом самом направлении. Вы знаете, в рамках нового американского военного бюджета, бюджета Пентагона, в показании Дональда Трампа включена также отмена поставок Турции новейших современных самолетов Т-35, которые были обещаны Турции. Турция надеялась в ближайшее десятилетие получить 100 таких самолетов, и тем самым Турция должна была стать третьей в мире страной по количеству парка новейших самолетов F-35. Для турецкого султана это была отмена поставок Т-35 была большая пощечина, это уже, так сказать, вторая пощечина, полученная им от Дональда Трампа за последние недели. Алекс, а почему Трамп отменил поставку F-35? А потому что трудно рассчитывать на господина Эрдугана, он смотрит в другие стороны. Если вы вспоминаете, еще 3-4 года тому назад на самой большой военно-воздушной базе американской авиации, авиации НАТО в Турции, Инчерник, если я не ошибаюсь, она была, это было, так сказать, еще до переворота неудавшегося два года назад, особенно после переворота, база была окружена, отключена от электроэнергии и было запрещено взлетать или садиться самолетом. И американские офицеры и военнослужащие в составе нескольких тысяч человек находились какое-то время, так сказать, в осаде, надо вам сказать. Да, это беспрецедентный случай, когда две страны НАТО, то есть страна НАТО против своего союзника применила такие, ну скажем так, драконовские методы. Совершенно верно, тем более, что страна НАТО, которая так или иначе зависит или зависела от Соединенных Штатов, сегодня это, в общем-то, меньше, чем раньше. Но поскольку Таип Ордуган хочет стать новым султаном, лидером арабского мира, он смотрит в разные стороны. У него сегодня достаточно хорошее отношение с Владимиром Путиным и с Российской Федерацией. Кстати, было падение отношений в момент, когда они сбили российский самолет, а потом постепенно отношения стали налаживаться. У них испортились отношения уже много лет с нами, с Израилем. Были времена, когда верхушка генералов турецкой армии была ближайшими друзьями наших генералов. Весь генералитет, весь генштаб Турции дружил с Израилем и были ближайшими друзьями. Сегодня от этой дружбы вряд ли что осталось. Алекс, не только от дружбы, но и от тех генералов, которые дружили. Да, от генералов. Генералы все сидят в тюрьме. Все сидят, да. Несмотря на все, это очень интересно, торговый оборот между Израилем и Турцией постоянно увеличивается, достигает многих миллиардов. Несмотря на такое резкое обострение отношений сейчас с Соединенными Штатами, немножко раньше с нами. Вы помните, все помнят эту знаменитую мармору, знаменитый, так сказать, пролет. Эта шхуна, которая шла в газу и вся эта история, когда наш шаэтэт шлошесри, морской десант, брал эту шхуну. Там были убитые, были ранены. Да, ну это известный фактор. Что сейчас? Скажем так, после первой пощечины, которую он получил от Трампа, связанной с F-35, он получил вторую пощечину буквально несколько дней назад, потому что президент Соединенных Штатов заявил о двойном увеличении обложения пошлины на ввоз турецкого металла и турецкого алюминия в США. Я должен сказать, что это решение Трампа и первое решение Трампа об отмене поставок F-35 наносит определенный удар и по американской авиапромышленности, которая была бы занята, высокая занятость при производстве этих самолетов. Дело в том, что часть деталей F-35 производится в Турции турецкими компаниями. А Пентагона понадобится, я себе представляю, по меньшей мере еще два года, чтобы найти замену этим компаниям, значит, приостановится замедленность производства самолетов. Но здесь есть точка, о которой я обязан сказать. Возможно, что такого рода ситуация может стать выгодной, выигрышной для нашей авиапромышленности. Дело в том, что у нас в Израиле производятся также многие детали F-35. И не исключено, что американцы переведут турецкие заказы на эти детали, может быть, на наш рынок, что тоже, так сказать, очень возможно. Знаете, в такой связи я вспоминаю пару интересных вещей, которые не совсем 100% связаны и похожи на то, что происходит с отменой поставок F-35, а все-таки связаны и похожи, в 79-м году, в момент прихода к власти Аятул, Аятулы Хумейни, к власти, когда Шахин Шахар и Запих Ливы бежали из Ирана, Америка должна была поставить Ирану 35 самолетов F-15. У нас еще не говорилось об F-15. И после того, как самолеты были готовы, а уже режим Аятул это нельзя было поставлять ни в коем случае, их предложили купить нам, Израилю. И мы купили их на очень интересных, так сказать, условиях. И эти самолеты F-15 и F-16, заказанные Ираном, подготовленные для Ирана в 79-м году, были теми самолетами, которые в 81-м году летели и уничтожили американский Баггаде, атомный реактор Ирака. Значит, в этой связи, я специально провожу связь, была поставка отменена, была поставка отменена. Может быть, и мы начнем получать, так сказать, F-35, который уже находится в нашем вооружении, может немножко, так сказать, больше и быстрее. А еще будет более интересно, если на нас перейдут все эти заказы. Надо сказать, что резкое ухудшение отношений между Турцией и Соединенными Штатами за последние недели, буквально от дня ко дню можно это считать, связано прежде всего с тем, что турецкий султан арестовал известного евангелистского священника, комера, Эндора Бронсона, который очень хорошо известен в Америке. Его обвинили в том, что он принимал активное участие в неудавшемся перевороте против Ардугана в 2016 году. Бронсон, надо сказать, живет уже в Турции приблизительно 20-21 год. Он пользуется огромной популярностью среди евангелистов США, которая является, и это не секрет ни для кого, главной электоральной силой, поддерживающей Трампа. Кстати, и Израиль пользуется широчайшей поддержкой евангелистов, которые, надо сказать, во главе со своим представителем Пенсом, Майклом Пенсом, вице-президентом Соединенных Штатов, не в меньшей мере, чем Дональд Трамп, настояли на переводе посольства Соединенных Штатов в Иерусалим и на признание Иерусалима столицей Израиля. Это настояли эти люди. Кстати, ни для кого не секрет, что сегодня мы частенько получаем от них поддержку, не меньшую, а иногда даже большую, чем от еврейской общины Соединенных Штатов Америки. Если еврейская община, эта поддержка уменьшается от года в год, так как нематериально, я имею в виду, а молодежь уходит влево, молодежь, так сказать, поддерживает, даже еврейская молодежь, палестинцев поддерживает в университетах и так далее, и так далее. Так вот, со стороны евангелистов мы получаем постоянную поддержку. На фоне торговой войны и двухсторонней санкции, которые постоянно объявляются Вашингтоном и Турцией, с одной и с другой стороны, Эрдуган принял на днях решение, на днях, вчера принял решение, знаете, смешно сказать, о том, что Турция отказывается от электроники, произведенной в Соединенных Штатах Америки, и призывает бойкотировать ее. Вместо айфона сказал новый шах, не, новый султан, так сказать, Турции, Эрдуган, мы будем пользоваться Самсунгом. Он, кстати, забывает, он заявил об этом, но он забывает, что всем известно, всему миру известно, что именно айфон спас его два года тому назад во время переворота, когда благодаря этому айфону, единственному, потому что другие почему-то отключились, не работали, были другие телефоны, ему удалось выйти на радио, на телевидение, признать народ выйти на улицы, призвать армию и так далее, и так далее. Это была американская технология. Посмотрим, что будет делать с другой технологией. Дело в том, что до конца Эрдуган не объяснил, как он собирается бойкотировать американские товары, потому что, в общем-то, Турция со всеми изменениями, которые в ней происходят, до сих пор еще демократическая страна, по многим принципам. Есть там даже оппозиция, которая, правда, получила на последних выборах меньше 50% голосов, но возможно, что они были подставлены. Возможно, что 50% населения Турции не поддерживает Эрдугана. Так что он потребовал от своего народа? Он потребовал избавиться от американских долларов, сменить их на турецкий мир, чтобы усилить национальную турецкую валюту. Он не просто так потребовал сначала. Этот процесс тянется уже буквально несколько месяцев, когда наблюдается падение турецкой валюты, следствие падения экономики. И были арестованы уже многие чиновники, которые отвечают за финансовую политику. То есть поиск стрелочников, поиск врагов народа. Мы все это неоднократно проходили и видели. Вспомните, 1937 год. И то, что он сейчас призвал людей не покупать американскую валюту, а наоборот от нее избавляться, послужило лишним толчком для очередного витка повышения цен на американскую и не только американскую валюту. Так что это совершенно идиотское предложение и совершенно глупый призыв, который вызывает совершенно прям противоположную реакцию у рынка. Ардуган заявил позавчера, что покупка иностранной валюты на турецкие лиры означает предательство, повторяю, и капиталяцию перед врагом. Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Родину продаст. Должен заметить, как вы правильно сказали, что после таких заявлений турецкого лидера все здравомыслящие граждане Турции бросились скупать иностранную валюту, доллары, фунты и все такое. С начала года турецкая лира потеряла приблизительно 40%. И сегодня равна приблизительно 1 доллар около 7 лир. Есть, конечно, те, которые, несомненно, в такого рода ситуации пользуются этой ситуацией. Дорогие турецкие магазины полны иностранцев и богатых турок, которые, используя низкий уровень турецкой валюты, скупают все, что можно. По сообщениям иностранных информационных агентств, особенно Reuters, посвятила целый большой материал. В магазинах драгоценностей, золота, бриллианта и духов стоят длинные очереди, как турок, так и иностранных туристов. Таким образом, турки и иностранцы душатся за духами и обвешиваются дешевым золотом и драгоценностями. Я не знаю, откровенно говоря, сможет ли это предотвратить окончательный разрыв между Дональдом Трампом и Таебом Ордуганом, вряд ли, но сама по себе ситуация, я повторяю, ее можно сравнить как с пикирующим бомбардированием, нет, вошедшим в штопор самолетом, который вот-вот-вот должен разбиться. Ну, вслед за драгоценностями, вслед за духами и драгоценностями, как правило, последует соль, спички и сахар. Ну и дальше по схеме. Так что дальше начнется скупка продуктов и всего прочего. Да, но с одной только разница, что вполне возможно, сегодняшние результаты в Турции, оттуда можно купить билеты и уехать, можно купить билеты и приехать. Там не закрыты границы и не перекрыты границы. Для того, чтобы купить билеты и уехать, надо иметь, во-первых, деньги на билеты, а во-вторых, иметь, куда уехать. Да, всегда в такого рода ситуации выигрываете, у кого что-то есть, несомненно. Это мы с вами хорошо знаем по всем примерам. Спасибо, спасибо, Алекс. Спасибо, Алекс. Я думаю, что информация по Турции будет поступать в ближайшие дни постоянно. И мы обязательно еще вернемся к этой теме. Спасибо. Дорогие друзья, программа «Тема дня» прощается с вами. Мы беседовали с военно-политическим экспертом Алексом Вехслером. Всего доброго, до свидания.